11.06 в Кирове. Сегодня среда в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько, и это программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Да, всё верно. Мы с Олегом уже отметили, что давно не встречались в этой студии. Я крайне рад видеть всех гостей и мою соведущую Светлану Занько. Вчера долго ломал голову, как назвать. Вроде бы тема клевая. Мы сейчас её озвучим. Всякой ёлки, моталки, палки. В общем, ничего не получилось. Мы говорим о том, как устроен бизнес на корпоративных праздниках, обсуждаем тренды. И в гостях у нас сегодня три замечательных наших, можно сказать, соведущих, потому что я думаю, что они подноторели уже в ораторском мастерстве. Анна Сушенцова, директор по развитию агентства по организации праздников «Зажигай». Анна, добрый день. Здравствуйте. Ирина Колчина, управляющая СТК Порошина. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. И Роман Корнеев, теле- и радиоведущий, а также ведущий корпоративов. Добрый день. Добрый день. 211-101, номер телефона прямого эфира. 211-101. И у нас к вам, слушатели, следующие вопросы. Собираетесь ли вы в этом году на корпоратив? То есть можно дозвониться? Да. Есть ли вообще в вашей компании корпоратив новогодний? Собираетесь ли вы на этот новогодний корпоратив? И как вы к нему относитесь? В связи с чем мы задаем такие вопросы. Вот семь дней назад газета «Ведомости» опубликовала исследование, чем полезны и верены новогодние корпоративы. Но начинают они со статистики и говорят о том, как влияют корпоративы на производительность труда и отношение сотрудников к работодателю. Надо сказать, что исследован рынок, конечно, больших городов. Я думаю, что прежде всего ведомости ориентируются на Москву, хотя это прямо не указано. Ведомости говорят, что в этом году новогодних корпоративов будет больше, чем в прошлом. Компании уже сейчас арендуют для сотрудников клубы, заказывают угощения и артистов. Ну и, конечно, цены, которые по Москве для больших городов, а не такие для Кирова, может быть, может быть, мы выясним в течение программы, кажется, нереальными, возможно. По оценкам агентства Communicator Creative Events, в среднем в 2019 году новогодний корпоративный праздник на 400 человек, без приглашения звезд эстрады, 11 миллионов рублей стоит. И дальше очень интересные данные. Они относятся как раз к вам, нашим слушателям, поэтому мы хотим от вас получить отклик. По данным недавних исследований Superjob и Альфа-страхования... Не-не-не, Headhunter? Или ты имеешь в виду? Нет, это я сейчас считаю. А, это другое исследование. Да, это другое у тебя есть. Мы еще приведем эти исследования. По данным Superjob и Альфа-страхования, минимум три четверти сотрудников предпочли бы корпоративу премию. И вот ведомости решили выяснить, насколько совместное празднование Нового года влияет на вот эти взаимоотношения, на команда образования. Ну, мы об этом поговорим чуть попозже. Когда появятся первые звонки и отклик от наших слушателей, напоминаю, 211-101 номер телефона прямого эфира. Есть ли в вашей компании в этом году новогодний корпоратив, собираетесь ли вы на него, как вы к нему относитесь. Ну, и наши гости, конечно, специалисты с огромным стажем уже, так можно сказать, в этой сфере деятельности. Прежде всего, мы начнем с Анны Сушенцовой, директора по развитию агентства по организации праздников «Зажигай». Мне кажется, что «Зажигай» такую мощную долю рынка эта компания съела и не поперхнулась, и прекрасно чувствует себя в этой доле. Скажите, много ли у вас заказов нынче, когда начались новогодние корпоративы? Спасибо за долю рынка и за то, что мы всех проглотили. Да, это правда. Нет, не было стесняться. Мы работаем на рынке уже почти 13 лет. Наши новогодние мероприятия начались, по-моему, с 14 декабря. Это был первый корпоратив. Можно бренды озвучивать или нет? Бренды можно. У нас нет домов, точно. Это был шикарный корпоратив компании «Мегафон». Потрясающе прошло. Там безумно творческие люди. Кстати, это один из трендов, когда уже не приглашают артистов, приглашенных, профессиональных, а сотрудники делают все своими руками. Это называется сейчас творческий тимбилдинг. Когда заранее ставится задача сотрудникам, неважно, по отделам или каким-то другим образом определяются команды. И сотрудники готовят творческие номера, спектакли. Это с удовольствием воспринимают зрители, с удовольствием воспринимает коллектив. Люди друг на друга уже совершенно по-другому смотрят. И это всегда успех. Сколько у вас за декабрь... Вообще, только ли в декабре или в декабре и в январе продолжаются корпоративы? Много ли у вас заявок? Наверняка уже у вас там тайм-тейбл расписан весь. Да, действительно. Максимальное, наверное, количество корпоратив... Ну, вообще, мероприятий новогодних в день — это порядка, наверное, 35. Туда входят и корпоративы для взрослых, и выезды Деда Мороза со снегурочками, и в детский сад Дед Мороз у нас ходит, поздравляет. То есть красивый, нарядный артист, не чей-то папа в детском саду, что очень важно, потому что в ленте там можно часто увидеть... Корпоратив в детском саду. Ну, утренник, да? Утренник, да. До 35 в день. Да. Всего посчитали, сколько у вас... Какова у вас... Еще статистику не подводили, но вот если это порядка 10 дней, то это почти 500 штук. То есть 10 дней в декабре — это интенсив, да, вот когда вы работаете. Есть ли январские корпоративы? Январские, безусловно. То есть сейчас, кстати, тоже одна из фишек. Многие компании это просекли, потому что вообще порядок цен, он в январе немножко снижается. То есть если вы хотите сэкономить, то можно сделать корпоратив в январе. Пятого, седьмого числа. На день печати. Апрель еще есть. Пошлая марта. И, соответственно, да, начиная с первого числа и заканчивая старым Новым годом, мы проводим мероприятие в январе. И вот еще один тренд. То есть включается январь, и прежде всего, вы говорите, ориентируется компания на цену. Один из ориентиров — это да. Понятно. А СПК Порошина, как у вас обстоят дела с декабрьскими и январскими корпоративами? Еще раз здравствуйте. Ну, у нас в этом плане все отлично. Да, да. Ну, мы спортивно-туристический комплекс СТК Порошина. Значит, мы ориентируемся и на уличные программы, на мероприятия, и на кафе. То есть у нас переплетены разные форматы, и их мероприятий сейчас достаточно много. Как раз, ну, также точно мы с середины декабря до вот эти две недели мы в полном загрузе. И также в этом году тоже обратили внимание, что в январе именно 3, 6, 7, 8 тоже бронируются мероприятия. У нас, то есть если у вас такой творческий, да, к тимбилдинге, мы, так как мы уличная площадка, то есть мы большую часть мероприятий проводим на улице, и у нас именно по этому году, вот мы тоже прошлый и этот год обратили внимание, что именно программы тимбилдинги, на сплочение, на команды образования, это может быть в принципе такое мероприятие. Ну, вот выбрали гости такой формат. Либо перед форматом кафе, но все равно что-то поработать, что-то сплотиться с элементами команды образования, чтобы повзаимодействовать, узнать друг друга с новой стороны. То есть вот это у нас сейчас полным ходом такое направление двигается. А что пользуется спросом максимальным, потому что у вас есть там и лошади, и веревочные, и этот самый лабиринт, и прочее, прочее. То есть что востребовано больше всего? Да, у нас действительно много направлений для активного отдыха, и сейчас мы сделали такую сборную программу, когда в одном мероприятии, так называемом квесте, можно побывать во всех этих точках. То есть мы бежим, одно из испытаний мы стреляем из лука, находим подсказки, дальше мы едем на велосипеде по лесу по километру, там на деревьях ищем подсказки, собираем. Зимой на велосипеде. Прямо зимой, на толстых шенах, на футбайках. И затем на троллее, на скоростном тоже спускаемся в веревочном парке, на деревьях нужно в полете разглядеть подсказки тоже. И вот эти главные блоки разбавляем такими спортивными, веселыми, русскими, народными играми, забавами, чтобы были основные направления включены, и плюс вот такие вот уже знакомые, известные игры. Есть сказочные герои какие-то, которые сопровождают, или это все-таки так серьезно в жюри, стоят судьи на этапах? Да, мы, честно говоря, немножко отошли от сказочной тематики, потому что раньше у нас сказок было много в нашем комплексе. И сейчас именно, да, есть инструкторы наши, которые ребят, команды и взрослых, и детей сопровождают, которые стараются не помогать, но все равно душа просит помощи, когда видят, что команда, например, где-то немножко не получается. Они с радостью помогают, потом мы собираемся, оцениваем, как прошли испытания, как справились, разгадали ключевое слово. То есть вот это одно из направлений квеста, который сейчас тоже мы активно продвигаем, развиваем. Да, сейчас нам нужно будет прерваться на короткий анонс. 211.1, номер телефона прямого эфира, участвуйте, пожалуйста. Расскажите, есть ли в вашей компании нынче новогодние корпоративы, и как вы к ним относитесь? Пойдете, не пойдете? Если пойдете, то с каким настроением вы туда пойдете? Ну, что касается сказочной тематики, у меня такой вопрос, я попрошу Ирину Колчину, управляющую СТК Порошина, ответить после перерыва. У меня есть ощущение, что сказочную тематику очень хорошо освоил летучий корабль, он на ней специализируется. Возможно, с этим связано, что у вас просто идет так, да, вы поделили рынок в этом отношении. После перерыва прошу ответить. Это разворотный бизнес, елки-палки. Как устроен бизнес на корпоративных праздниках? Олег Прохоренко и Светлана Занько. В студии 211.1, номер телефона прямого эфира. Вопрос к вам, слушатели, есть ли в вашей компании в этом году новогодний корпоратив? Как вы к нему относитесь? Пойдете, не пойдете, с каким настроением? И, кстати, скидываетесь ли вы на новогодний корпоратив? Потому что это следующая тема, но мы ее немножко раскроем позже, а пока слово Ирины Колчиной и по поводу сказочной тематики. Разделение труда. Да, на самом деле, интересный вопрос, скорее всего, даже ожидаемый. Действительно, мы в свое время обращались к сказкам, к русским народным. И не к русским народным мы это делали. На самом деле, у нас в регионе это направление хорошо развито. Даже мы, выезжая на специализированные выставки, наш регион звучит как сказочный регион. Потому что у нас действительно их более, наверное, десяти персонажей по разным нашим районам. Он действительно сказочный. Да, 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 именно сказочный. Поэтому, на самом деле, с летучим кораблем мы дружим. Мы сотрудничаем в плане каких-то и программ и мероприятий. Поэтому тут даже не то, что такое какое-то разделение. Просто именно для себя мы поняли, что в сказках мы побыли. Именно мы сами, да. То есть хочется... С Иваном Царевичем, насколько я помню. И это тоже было, да. У нас и Вредина Лесная была, и Марья Марьевна. Мы как-то тоже придумали, что третья жена Ивана Царевича, дочь Цепного Царя. То есть там раскручивали много вот таких тем. Сейчас, может быть, не совсем из сказочной тематики, но тоже из таких не совсем придуманных. Но есть у нас персонаж свой, это воевода вятский. То есть мы сейчас делаем акцент еще на реконструкцию. Программы, связанные с реконструкцией, это вятский воевода Костя Юрьев. Именно история вятки 15 века. И вот на этом мы сейчас строим программы. Мы рассказываем об истории земли вятской. То есть тоже, может быть, это не совсем сказка. То есть мы это все равно по летописям смотрим, как это было, как происходило. Но все равно это воспроизводим все по-своему. То есть можно сказать, что тоже как сказка. Игрушки есть? Есть возможность побиться, если кто-то хочет на мечах и захватить крепость? Да, если говорить о популярности, это тоже. Вот сейчас мы как раз предлагаем гостям игровую программу на современный лад. Либо вот 15 век историческая реконструкция. И примерно 50 на 50. То есть многие заинтересовываются, что да как. То есть в этой программе мы стреляем из лука, метаем с улицы, сражаемся на мягких набивных мечах. С улицы это очень коротенькое, копье короткое. Да, копье, да. Сражаемся на мягких набивных мечах. Это тимбары, так называемые. То есть они безопасны, мягким таким покрытием обернуты. То есть на небольшом ресталище, на месте сражения, идут вот такие вот битвы и для детей, и для взрослых. То есть привносится образовательный некий элемент, такой, да, просветительский образовательный элемент в эти корпоративы. Обратимся к Роману Корнееву. Рома, скажи, пожалуйста, насколько ты загружен в эти новогодние дни? Ну, поскольку я не корпорация и не центр, я скорее флибустер в этом море корпоратов. Ну да, тоже загружен, тоже каждый день сплю по паре-тройке часов. Вот, но при этом я, ну то есть где-то внутри тоже этого рынка, я его изучаю с разных точек зрения, и как организатор, и как просто участник, и как наемник и так далее. То есть да, да, загружен. Очень хорошо, что ты отметил, что ты не только ведущим выступаешь на корпоративе, но и организатором. И слава богу, мы тебя не зря позвали, ты можешь поговорить. Я-то нисколько не сомневалась в этом, понимаешь же, да, что мы просто так людей не зовем, естественно. Скажи, пожалуйста, вот давай посмотрим, может быть, в процентном соотношении или частями, где и на скольких корпоративах ты просто приглашен на ведущие, тебе дают сценарный план, и ты по нему идешь. А когда к тебе обращаются с тем, чтобы ты полностью прописывал сценарий, организовал, привлекал ресурсы? Ну, история, где я прихожу, мне просто дают сценарный план, ну, в этом году, наверное, один раз где-то. Может быть, и будет, или был. А было больше? Ну, наверняка такое бывает, но вообще для вменяемого ведущего, сценарный план, который он читает, слистает, такое себе. Ну, правда. А так, у меня где-то, наверное, процентов 70 все-таки организация. Ну, то есть, давайте выпилим вот этот, ограним камень праздника. Вот, у нас есть идея, и давайте из нее сделаем что-нибудь классное. А идею кто предлагает? Ты или это... Чаще всего я. Ну, то есть, чаще всего организации же не заморачиваются по поводу того, что мы хотим, чтобы у нас было так. Они звонят человеку и говорят, здрасте, мы хотим праздник, но мы что-то не очень понимаем, что сделать, чтобы этот праздник был классным. Накидайте нам вариантов. Естественно, ты накидываешь варианты, а потом из этих вариантов лепишь какой-то вот, какой-то кубок. Давай по частям тогда здесь разберем. У тебя говорят, сделайте нам праздник. И что это включает в себя? Сначала понимание... Любой праздник начинается от того, что у нас есть такой-то бюджет. Вот, мы хотим примерно в рамках этого бюджета... Ну, либо потом он вырисовывается, нарисуйте нам бюджет по итогам. Они говорят, что мы хотим, чтобы было весело. Ты говоришь, окей, делаем такую-то схему. Например, я не знаю, какой-нибудь условно, не знаю, от чего отталкивается. И с последнего у нас был кинофестиваль. У меня где-то был на прошлой неделе. Новогодний кинофестиваль. Да. Поэтому давайте снимать кино, давайте снимать клипы. Поэтому ты прорабатываешь, что будет. Зачем, естественно, какой-то план мероприятия, в который входит это, 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 это. Поэтому нам нужны люди такие-такие-такие, которые что-то делают. То есть нам нужны операторы, осветители сцены и так далее. И после этого считаем деньги и говорим, окей или нет. Кто привлекает людей в данном случае? В данном случае я. Ты. А это что касается самого действия, движения, а что касается кейтеринга, помещений, аренды, этим кто занимается? Этим занимается обычно либо главный бухгалтер, вот, либо, а также говорят, давайте придумаем помещение. Ты говоришь, окей, и ищешь помещение. Ну, то есть, либо это даешь кому-то, ну, source. Мне, кстати, вопрос, ну, если понятно, с СТК Порошина тут как бы вопросов нет, у них есть и помещение, и open space, и прочее, ну, в смысле, площадка большая, да, в Порошино, то насколько в Кирове с помещениями просто или непросто для проведения корпоратов? Особенно в это время, понятно, что там в течение года, наверное, можно себе что-то подобрать, а сейчас? Ну, если говорить речь о новогоднем корпоративе, то люди, которые о нем заботятся заранее, заказывают помещение себе в сентябре, тогда, да, проблем нет. А когда организация звонит 22 декабря, говорит, нам бы корпоратив, только у нас нет примерно ничего, и тогда, ну, тогда на театральной площади ставятся столы. — Это реально? — Нет. — Еще раз мы обратимся сейчас с вами к финансам. Давайте посмотрим, как меняются тренды за последние несколько лет. Возьмем, положим... — Света, давай все-таки, вот, мне интересно по помещениям. Почему? Потому что... — У меня есть помещение? — Потому что, да, мы, ну, как союз журналистов, когда искал, там, возможности для проведения мероприятий каких-то, да, там, своих союзовских, то всегда вставал вопрос, а где, а как, удобство и так далее. И то же самое, там, по основному месту работы. То есть тоже постоянно, там, поиск подходящих помещений. Это не связано с Новым годом, это с любыми, там, мероприятиями, для того, чтобы было удобно трансформируемо с экраном, там, с мультимедиа и с прочим, с прочим. То есть на сегодняшний день, понятно, что открылся, там, космоцентр, открылась студия 101, но насыщен ли рынок, ну, на взгляд, вот, Ани, допустим, Киров, помещениями, пригодными для проведения корпоративов? — На самом деле рынок ограничен. Ну, с каждым годом количество площадок больших становится все больше и больше. Но при наличии, например, бюджета, любую площадку можно сделать пригодной для хорошего мероприятия. Можно взять любой, грубо говоря, ангар, оформить его, поставить там свет и привезти туда людей, то есть организовать трансфер, чтобы это было удобно. И на самом деле это будет потрясающее мероприятие. Причем федералы, ну, те люди, на которых мы равняемся, они так и делают. То есть они берут площадки вообще неожиданного формата и, ну, делают из этого потрясающие вещи. Конечно, у них есть ресурсы. — Поэтому 11 миллионов. — Да, 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 да. У нас, ну, цифры изрядно меньше, и чаще всего приходится отталкиваться от цифр и от той площадки, которую забронировали в августе или в сентябре. И уже после этого придумывать тему, придумывать то, как это можно обыграть, каким образом. — Площадки бронируются в августе или в сентябре, да? Вот тогда уже практически все расписано. — Некоторые делают, что касается брони, это сразу после корпоратива новогоднего. То есть, о, да, классно, площадка нравится, мы у вас ее бронируем на следующий год. — Прямо так, уже на следующий год заключают договоры. — Ну, потому что действительно есть большая компания, у которых по 300 человек коллектива, и реально некуда пойти. — Вы сказали, что если есть бюджет, то не проблема из любой площадки сделать пригодное помещение, там, не знаю, аудиторию или внешнюю площадку, уличную площадку. А чем страдают наши площадки сейчас, чего в них не хватает? — Ну, смотря какие площадки, на каких речь идет. То есть, если мы говорим о площадках, которые уже есть на рынке условно, то большинство этих площадок, они вполне себе пригодны уже для проведения любого мероприятия. Но если это какая-то необычная площадка, мы хотим действительно в ангаре, тогда у тебя стоит проблема у организации и звук, и свет, и трансфер. То есть, самая большая проблема, основная, это звук, звук и свет, потому что если ты в ангаре, у тебя будет отвратительный звук, когда гости слышат какое-то эхо, но это будет не эхо в Москве, в Кирове, а другое, то праздник уже будет так себе, что ты говоришь. Поэтому очень много денег обычно стоит звук. А площадки в Кирове большей частью оборудованы. — Современные, которые уже, так скажем, для этого предназначены, да, у них уже есть и проектор, и у многих площадок экраны. — А у нас есть какая-то статистика по количеству площадок в Кирове? — Количество? — Да. Ну, порядок, я не знаю, десятки, сотни. — Смотря что, что называть площадкой, если это какой-то качественный банкетный зал с оборудованием, или это столовая, в которой, в принципе, тоже можно проводить корпоративные мероприятия. — И вот теперь нужно понять, у нас остается полторы минуты до перерыва, почему компании выбирают внешнюю площадку, ну или какие компании, с какими целями выбирают внешнюю площадку, и какие компании только на своей территории проводят корпоративы? — Ну, тут зависит, наверное, от целей и задач, вообще, которые ставят руководители этих компаний. То есть можно прекрасно сделать в каком-то своем офисном фойе прекрасное мероприятие? — Если все можно, это понятно. А вот почему выбирают внешнюю, почему выбирают внутреннюю? Какие факторы здесь работают? Отсутствует оборудованное помещение или хотят вывести людей вообще за территорию там офиса, не знаю, цехов, чего угодно? — То есть вот здесь какие мотивирующие факторы могут быть? — Ну, даже если к нам, то есть мы площадка немножко за городом, у нас в любом случае, когда едет нам компания, то есть именно у них цель на свежий воздух выехать и отключиться от своих, от своего там помещения, от своих офисов, чтобы именно собрать, чтобы было множество различных направлений. Например, есть точка сбора, например, все в кафе. Мы делаем общую программу, а потом кто куда захотел и пошел. Прогулялся на лыжах, прогулялся на каточке, на каток сходил еще куда-то, да, то есть чтобы было прямо, ну, прямо тут-то. — Внешняя площадка дороже, чем проведение на своей площадке? — Ну, не всегда, конечно. — Дороже. Прервемся сейчас на полторы минуты у нас реклама. 211-101 номер телефона прямого эфира. Пойдете ли вы на новогодний корпоратив? Есть ли он у вас в компании и с какими пойдете эмоциями на этот корпоратив? — Как устроен бизнес на корпоративных праздниках? Разбираем мы сегодня в нашей программе «Разворот на бизнес», но для того, чтобы понять, как он устроен, надо понимать заказчика, да, кто заказывает эти корпоративы. Снова ссылаясь на исследование ведомостей семидневной давности, я хочу сказать, что ведомости опросили 15 крупных компаний, собираются ли они устроить новогодний праздник для сотрудников в этом году. И открыто признался в проведении большого корпоратива, большого, только Райфайзенбанк. По словам представителей банка, новогодний корпоратив охватит всех сотрудников Райфайзена в Москве. Это 5 тысяч человек. Не знаю, с кем сравнить в нашем городе, разве что с Уралхимом, где 7 тысяч человек бывает на корпоративах на День химика и на Новый год. И у нас будет комментарий у Райфайзена позже. Но сейчас мы как раз к банку обратимся. И у нас на связи Алексей Ярков, директор офиса банка «Открытие» в Кирове. Алексей, добрый день. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, устраивайте, конечно, я выяснила это вчера, что вы устраиваете корпоратив в этом году. Скажите, кто в этом корпоративе задействован, какие сотрудники? И прибегаете ли вы к услугам внешних организаторов компаний или делаете это своими силами? Корпоратив мы проводим. Это состоится буквально через несколько дней. На нашем корпоративном мероприятии участвуют абсолютно все сотрудники регионального общества в городе Киров. Включая тех служащих, извините, что перебила, и включая тех служащих, я не знаю, абсолютно все это кто? Абсолютно все сотрудники, которые находятся в штате банка, участвуют на корпоративном мероприятии. Отлично. Мы приглашаем абсолютно всех. Прибегаете ли вы к помощи? С точки зрения организации, часть мы делаем самостоятельно, а часть, естественно, мы приглашаем аутсорсинг. Аутсорсинг – это питание, это шоу-программа, а с нас – это поздравление с Новым годом, выделение лучших, подведение итогов. Кто прописывает сценарий? Приглашенный организацией или вы сами даете идею и участвуете в прописании сценария? Обычно, собственно говоря, компания, которая будет заниматься организацией, предлагает нам несколько сценариев. Далее вместе мы что-то корректируем, мы приходим к консенсусу и, собственно говоря, мероприятия проводим. Какие смыслы вы закладываете в корпоратив и кто эти смыслы закладывает? Вы гендиректор, ЭЧА? Руководитель кадровой службы или кто-то еще? Ну, собственно говоря, у нас в банке существует четкая, понятная корпоративная культура и каждое корпоративное мероприятие – это не только отдых для всех членов коллектива, а также это подведение итогов, это обязательно программа награждения лучших, собственно говоря, и планы на следующий сезон, на сезон продаж. Есть ли там речь директора в программе? Абсолютно точно. Это, наверное, одна из важнейших частей, когда руководитель подводит итоги и определяет планы на будущее. Известно. У вас будет тематический корпоратив? Ну, то есть вот нам сегодня предложили несколько сценариев сказочные, я знаю, что в стиле 30-х годов Америки есть корпоративы, съемки фильмов, кинофестиваль. Или это традиционный корпоратив, как я его себе представляю, стол, речь, танцы? Награждение. Наверное, второй вариант – это традиционный корпоратив. Ну, какую-то конкретную тематику мы не выбираем, хотя предложения от организаторов частенько получаем. Но все-таки мы проводим такое, наверное, классическое мероприятие, которое включает в себя абсолютно точно поздравления, конкурсы, танцы и свободную программу. На какой площадке корпоратив проводится? В банке или на внешней площадке? На внешней площадке. Новый год исключительно на внешней площадке. Представляете, выбрать максимально удобную для нас площадку логистически, удобную, собственно говоря, и чтобы площадка была понятна и нравилась нашему коллективу. Вы задолго начинаете бронировать площадку для того, чтобы зимой уже не остаться без помещения? Ну, в этом году мы этим вопросом озадачились уже в октябре месяце. И в октябре месяце выбрали то место, где мы хотим и будем делать наше корпоративное мероприятие. Ну, вот чтобы нам понять, тем более, что вы сказали, что абсолютно каждый штатный сотрудник приглашается на корпоратив, а это какое количество людей? Ну, в этом году мы собираемся в составе 40 человек. 40 человек. Ну, площадку было сложно найти на 40 человек? Ну, у нас было три варианта. Собственно говоря, путем коллективного голосования мы площадке определились. Нет, потому что несложно, потому что мы этим вопросом, конечно же, занялись заранее. А вот коллективное голосование было. Выбирали, значит, площадку. И еще очень важный вопрос про бюджеты. Мы можем не называть цифры, но как он закладывается в начале года, в предыдущем году, корректируется ли он. И есть ли, что называется, соучаствующее там, да, соучастие сотрудников в деньгах? Ну, собственно говоря, там практика софинансирования. Мы такую практику не поддерживаем. В связи с тем, что, опять же, повторюсь, у нас четкая, понятная корпоративная культура. Это все-таки миссия работодателей, миссия банка провести великолепное новогоднее мероприятие для, собственно говоря, всех сотрудников. А планы мы закладываем, да, бюджет мы закладываем уже в начале года, четко понимаем, каким бюджетом будем обладать. Это единственный такой большой корпоратив компании в Кирове? Или у вас в году несколько таких ключевых точек рэперных? Большой, наверное, большой, масштабный, где мы, наверное, больше времени тратим на отдых, это один корпоратив. Но так как, в принципе, наши бизнес-процессы понятные и цикличные, есть определенные периоды в году, мы собираемся раз в квартал, подводим итоги... Это уже на своей территории? Да, это мы делаем уже на своей территории. Спасибо большое, Алексей Ярков, директор Офиса Банка Открытия в Кирове. С наступающим Новым Годом, хорошего тимбилдинга, и чтобы всем понравился этот корпоратив, кто придет. А, вы с нами еще, Алексей? Да, да, конечно, конечно. Вот прям я сейчас просто вспомнила, потому что я сейчас, конечно, опять по ведомостям приведу статистику. А как у вас с явкой на корпоративы? Вы даете распоряжение обеспечить явку? Или это исключительно добровольная история? Это исключительно добровольная история, но могу поделиться, например, этим годом. Явка у нас стопроцентная. Класс. Спасибо, Алексей. На самом деле, это... Спасибо вам. До свидания. Дилемма всегда возникает, когда не продаются билеты и нет соучастия людей, то явка вещь такая условная. То есть человек билет купил психологически, там, за 10 рублей он придет. Если ему его просто вручили и сказали, ты должен быть, то есть вероятность, что он просто проигнорирует и не пойдет. А вот сейчас хочется просто сразу для сравнения. У нас есть банк открытия, корпоратив на 40 человек, штатные сотрудники и большая компания Уралхим. 7 тысяч человек, я знаю, что на Дне химика всегда бывает. Это с учетом гостей, наверное, еще, которых они приглашают традиционно тоже. И у них есть площадка, на которой они могут это проводить летом. Да, специально попросили записать для нас комментарий по этому поводу. Ровно такие же вопросы мы задавали, как сейчас Алексею Яркову. Мы задаем и записала для нас комментарий. Елена Перминова, заместитель директора Кирово-Чапецкого филиала компании Уралхим, по персоналу. Она занимается этим делом. Корпоративные новогодние праздники – это отдельная традиция, так же, как День химика на нашем предприятии. Отмечаем всегда семейно. На нашем мероприятии бывают не только сотрудники, но и члены их семей. Мы на это ориентированы. У нас есть своя база. Наш санаторий-профилакторий «Перекоп», который может принять до 7 тысяч человек. Мы имеем возможность устраивать различные развлечения. И, конечно же, это все бывает всегда очень зрелищно, массово, красиво. И в дальнейшем мы планируем такие праздники проводить в таком же формате. И наши сотрудники всегда ждут эти праздники. Они очень надеются, что будет что-то новое, интересное. Мы всегда к этому стремимся. У нас для этого есть ресурс. Ресурс в виде нашей ассоциации, развлекательной ассоциации «Дружба», которая является частью нашего большого коллектива. И сотрудники ДК «Дружба» всегда придумывают какие-то новые идеи, приглашают интересных артистов. Этим самым мы всегда показываем, что у нас еще есть очень большой потенциал для того, чтобы радовать наших сотрудников. Мы делаем все своими силами, потому что на предприятии есть административная служба, которая всегда сделает все в лучшем виде, безопасно. ЕСИЧАР, служба, социальный отдел, который всегда всех организует, соединит, так скажем, все идеи в одну, проконтролирует какие-то процессы. Ну и вот наши развлекательные ассоциации, которые всегда устраивают интересные праздники, не только корпоративные, но и тематические праздники для нашего коллектива. У нас для этого есть все. Но когда-то лет 9 назад была такая мысль, да, то есть компенсировать людям в виде денежной премии к Новому году, например, или провести праздник. И все-таки все высказали мнение руководителей подразделений, что праздник нам, конечно же, нужен. Поначалу мы его проводили в разных форматах, то есть выезжали небольшим коллективом, 500-600 человек. Но все-таки формат вот такого большого корпоративного семейного праздника, он укрепился. Мы поняли, что это действительно то, что нам нужно. Так праздники проходят для нас более интересно. Бюджет, как правило, подрастает, потому что, ну, конечно же, все услуги индексируются из года в год, так скажем, да, то есть инфляция съедает некоторый процент. Мы на этом не экономим, то есть меньше суммы никогда не бывает. Как правило, она бывает даже больше. Каждый год у нас два таких праздника. Это день химика, который мы празднуем в конце мая. И, конечно же, Новый год. Это всегда в декабре месяце. Я думаю, что мы такую традицию сохраним и на будущее. У нас для этого есть, еще раз повторюсь, все. Самое главное, чтобы в декабре была погода, был снег, а все остальное мы придумаем. Да, но с погодой и снегом тут, конечно, даже Уралхим не сможет обеспечить себе. У Уралхима прошел уже новогодний праздник. Мы это видим по соцсетям. И Уралхим традиционно приглашает на праздники не только сотрудников и их семьи, но и своих партнеров, гостей. Мы вот с Олегом не раз бывали на дне химика. На дне химика весной, по-моему, который проходит. Нет, где-то уже ближе к осени. Ближе к осени, ну, хорошо, да. Самый основательный подход для проведения корпоративного мероприятия это иметь аффилированную структуру, которая занимается праздниками. Иметь на балансе ДК. Как это происходит в данном случае? Ну, Кирово-Чведский особый город, потому что там, если собрать всех химиков с семьями, то получится, весь город пришел. День города и состоялся. Совершенно верно. У нас остается полминуты. Я хочу вот что сказать. По данным Кейли-сервис, 73% респондентов из полутора тысяч опросенных сообщили, что компании будут проводить корпоративы в этом году. Участвовать собираются в корпоративах 39% сотрудников компаний. Еще 20% запланированным корпоративами. Еще 21% респондент станет участвовать в вечеринке, если будет подходящее настроение. И 19,5% у 19,5% сама идея корпоратива вызывает раздражение. Из комментариев респондентов следует, что многие рады бы отказаться от участия, но боятся неодобрения начальства. Один респондент написал, что участвует для галочки, нужно присутствовать. И, соответственно, заплатив деньги, компания рассчитывает, что сотрудники посетят мероприятие. Но, по словам эксперта, которого зовут Доброгорский, это эксперт ведомостей, чтобы сократить расходы и обеспечить явку, многие компании уже 3-4 года подряд берут сотрудников в небольшую плату. Но мы пока не слышали про такую историю. Может быть, в следующем части будем подключать компанию. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. И продолжим общение с нашими гостями. И с вами, слушатели 211.1, телефон прямого эфира. Продолжение следует...